Сегодня началась декада дорожной безопасности детей. Первый этап профилактического мероприятия продлится до 22 марта. И подробнее о комплексе необходимых действий со стороны дорожных полицейских мы поговорим с начальником штаба полка ДПС города Красноярска, с подполковником полиции Александром Коноплянгем. Здравствуйте, Александр. Добрый вечер. Александр Леонидович, ну, хотелось бы для начала все-таки спросить, чем обусловлена необходимость таких мероприятий? Может быть, означает это, что растет количество ДТП с участием детей? И, может быть, можно услышать статистику, собственно, таких происшествий? Да, действительно, с сегодняшнего дня, с 12 марта, у нас начался первый этап оперативно-профилактического мероприятия «Декада дорожной безопасности детей». Значит, данная декада у нас, мероприятие данное продлится у нас по 22 марта. Значит, в этот период особое внимание будет уделено предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, ну и также, значит, проведение мероприятий, направленных на повышение культуры со стороны участников дорожного движения, это как детей, как их родителей, так и водителей данных транспортных средств. Значит, время проведения декады выбрано не случайно, потому что во всех общеобразовательных учреждениях у нас в ближайшее время, значит, будут проводиться каникулы, поэтому дети все большее время будут находиться на улицах города, скажем так, будут предоставлены больше себе, времени у них свободного будет больше, и поэтому наша задача именно в эту декаду, значит, провести, значит, предупредить как родителей, так и самих детей и, значит, других участников водителей транспортных средств о данной проблеме, которая существует. Значит, данное направление работы у нас постоянно стоит на контроле. За два месяца текущего года на дорогах города Красноярской, города Девногорска произошло 19 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних детей до 16 лет. К сожалению, значит, два ребенка погибли, это у нас дорожно-транспортное происшествие, которое произошло на трассе Р-257 Енисей на 92-м километре. Данные дети у нас были в качестве пассажиров, значит, и из этих 19 детей также 9 детей пострадали у нас, также были в качестве пассажиров. Значит, здесь можно отметить то, что несмотря, значит, на те мероприятия, которые мы проводим, все-таки водители, родители пренебрегают правилами дорожного движения. К примеру, это вчера выходной день у нас произошло дорожно-транспортное происшествие на монтажниках в 63, где произошло столкновение двух транспортных средств и пострадали три ребенка. Хотя, со слов водителя данного транспортного средства, в котором передвигались дети-пассажиры, они были пристегнуты, но те травмы указывают на обратное. Дети, находящиеся на задних сиденьях, были не пристегнуты. Значит, вот это вот основная проблема, которую необходимо до каждого родителя, до каждого водителя транспортного средства, их ответственность доводить. Это наша работа, вместе с вами работа. Ну и, соответственно... Так к чему готовятся водителям и родителям? Что их будут останавливать? Какие-то памятки? Или как это будет вообще выглядеть? Значит, ну, значит, основная работа сотрудники госавтоинспекции совместно с сотрудниками по делам несовершеннолетних, значит, будем работать вблизи общеобразовательных учреждений, работать на выявление нарушений при переходе проезжей части детьми. Также у нас за два месяца есть рост по данной категории, где у нас дети переходили проезжую часть в неположенном месте, то есть по вине самих детей, пешеходов. В данном направлении будем работать. Те выявлены нарушения, значит, будем проводить более качественные мероприятия, это с рассмотрением данных нарушений правил дорожного движения на общеродительских собраниях в школах, ну и, соответственно, с детьми, ну и с сотрудниками по делам несовершеннолетних. – Кратко, можете сказать какие-нибудь рекомендации для родителей, которые возят детей в школу или отпускают домой ходить в школу по дорогам? – Ну, как сотрудник госавтоинспекции, я как бы являюсь тоже отцом троих детей, можно сказать, и от лица родителей, все-таки основной вклад в воспитание детей, в воспитание именно, значит, недопущение нарушений правил дорожного движения на улицах города все-таки лежит на родителей. То есть основная, первоначальная, основная, значит, проблема родителей в том, что они, скажем так, принцип такой «со мной можно нарушить», понимаете? Когда ребенок идет с родителем, где-то можно перейти в неположенном месте, это родители считают, где-то можно перейти на красный сигнал светофора. – И это плохой пример? – И это плохой пример, да, не только к своим детей, но и к другим детям. – К сожалению, родители это не понимают. – К сожалению, наше время беседок закончилось. Я сегодня напомню, что со мной в эфире был начальник штаба полка ДПС Красноярска, подполковник полиции Александр Коноплянкин. – Ага. – Ага.